Добрый день, дорогие друзья! Сейчас я покажу вам, как в домашних условиях приготовить самостоятельно из вот этого нашего раствора Аксония раствор для ректальных капельниц. Для этого нам нужна лучше всего вода для инъекций. Но если у вас его нет, то подойдет физиологический раствор 200 или 400 мл. Вот здесь мы замерили серу, здесь 6 грамм. То есть для капельницы для 200 грамм нам нужно 6 грамм. Для 400 нам нужно будет 12 грамм. Но первый раз мы будем использовать 6 грамм для первой капельницы. Теперь что мы делаем? Мы открываем этот раствор, добавляем раствор воды и растворяем сначала серу. Пока она у нас будет таять, мы будем заправлять. Чтобы работать неудобно было вот с таким вот раствором, у него уже нет воздушного клапана, тогда берете еще одну иголочку и делаете вот сюда воздушный клапан. Вот так. И тогда сразу начнется по-другому набираться. И для капельницы нам нужно будет, чтобы иголочка вот так торчала. Для чего мы используем ректальную капельницу с аксония? Она у нас обладает противовирусным и противоопухолевым эффектом. Вместе с серой лучше эффект. То есть получается, эта капельница у нас не только чистит, но и питает. То же самое, как делает это, например, Виватон. Вот мы взяли немножечко, добавили сюда, и оно сейчас у нас должно раствориться. Можно это было сделать заранее, но я просто хочу, чтобы вы это увидели. Как это делается? Для использования подходит обычная система. Самое главное, надо будет снять иголочку и резинку. Вот у нас получается. Вот он и тает. Растворится сейчас. И мы его добавим в наш раствор. А потом добавим аксония. Вот наберем. И туда добавляем. Сейчас я вот набрала 10 мл аксония, который хранится у нас в фольге, чтобы там не выпадал свет и в холоде. И мы его добавляем во флакон. Теперь сюда вставляем капельницу. С капельницы мы снимаем иголку, снимаем эту штучку, и остается вот она у нас чистая, для того, чтобы использовать ректально. Теперь мы это заправляем и сливаем, чтобы не было воздуха. Ну, как обычно, используем капельницу. Самое главное, когда мы ставим капельницу, что мы делаем? Мы открываем этот клапан, он у нас открытый. Когда ставили ванус, обязательно вот эта воздушка, она у вас подвешена, как вам удобно. Если вы, например, вот такой, и у вас нет специальной штатива, стойки, вы скотчем делаете, как петельку, можете подвесить, главное, чтобы она у вас висела. Капать надо очень медленно. Вот эти 400 мл мы капаем 2 часа. 200 мл капаем минимум 1 час, 1 капля в секунду. Очень медленно. Вот это вот самое главное при капельнице. Капаем капельницу 1-2 раза в неделю. Сначала делаем очистительную клизму, соль, сода. И только через час, не раньше, когда вы закончили делать очистительную клизму, ставите лечебную клизму с аксониям. Капать, как я сказала, уже медленно, 1 капля в секунду. Минимум час. Чем дольше, тем лучше. Слабительного эффекта нет, потому что это у нас вода для инъекций, она не дает. Но самый хороший эффект у аксония, это у нас противовирусный и противоопухолевый. Здесь добавлено сера. Сера усиливает его действие и восполняет дефицит минералов, которые нарушаются при этом. Все подробнее об аксонии и о том, как его приобрести, можно у нас на сайте. Здорово с нами. Подписывайтесь на наш канал. Делитесь. Пишите комментарии. Спасибо.